все ребята и тут такие же скамейки боже ж ты мой боже ж ты мой а вот видите на горизонте но это не на горизонте конечно же но тем не менее ребята бывший спорткомплекс олимпийский его снесли благополучно должны были в двадцатом девятнадцатом году снесли по моим двадцатом ну и вот ведется грандиозная стройка строительство нового олимпийского спорткомплекса я надеюсь и будет он краше прежнего и я туда тоже приезжала по работе к курьерской своей работе ребята с документами там уже в основном были офисы конечно же там какие-то проводились и концерты и соревнования вот я знаю кубок кремля там проводился ежегодно практически по моему только в пандемии его не было вот отменили а вообще на сколько кранов стоит ребята я как раз таки работала в компании которая сдавала в аренду либо продавала подъемные краны ездила по стройкам по компаниям отвозила строительным отвозила документы я уже об этом говорила дорогие мои друзья а в этот олимпийский в молодости я очень часто приезжала на концерты но с подругами конечно же не я одна пару раз была здесь на концерте алла пугачёвой но дорогие мои друзья там если не попадешь в зал очень огромные всегда она собирала и ребята она там но по телевизору лучше было смотреть и такие концерты обычно как правило то есть я не люблю хотя принципе все феерично все крутилось и вертелось было очень красочно все организовано четко все это со вкусом мне нравилось принципе как бы вела на себя всегда нормально я не знаю может быть какие-то сказки басни про нее рассказывали что она вела себя не культурно на концертах а вот ну я была и в концертном зале россия у нее на концерте и в олимпийском ребята ни разу даже повода не подавала если не было такого зачем напрасно ребята говорить потом была я на концерте альбана и рамина пауэр здесь же в олимпийском дорогие мои друзья красота то току туня на концерте итальянцев то есть там приезжали итальянцы и было много концерт обалденный был потом приезжали к нам ребята space группа вот это был просто это была эйфория но к сожалению билеты я на них не достала а наш приятель ходил на этот концерт только мне кажется что он я вот не помню уже этот момент но вот что-то у меня всплывает в памяти что он либо он рассказывал просто очень у спекулянтов 20 за 25 рублей купил билет на space и был конечно в восторге в огромном ребят да было было такая извините меня пожалуйста была такая система что билеты выдавались каких-то малых количествах а все остальное можно было купить на руках причем они стоили недорого где-то но до трех рублей попадая скупая спекулянты билеты в огромных количествах зарабатывали неплохие деньги потому что за каждый билет если они даже купили за 3 рубля его продавали за 25 это очень круто ну вот что хотела я рассказать о спортивном комплексе олимпийский дорогие мои друзья вот в той стороне вот с олимпийского проспекта я видела но почему-то не обратила внимание для вас этот момент там выстроена где-то наверное 16 года уже сдана в эксплуатацию мечеть очень огромная мечеть большая ребят туда тоже я приезжала по работе там тоже работали наши краны там конечно было все организовано строили турки там все чистенько было все очень ну как бы с умом все сделано чистенько все приятно было приезжать туда и кстати говоря и деловой центр такая же история туда я тоже приезжала с документами дорогие мои друзья и морозовскую новый корпус морозовской детской больницы туда я приезжала тоже строй там наши краны работали ребята потом дворец спорта имени ленина в лужниках перед чемпионатом мира по футболу тоже его приводили в порядок наши краны ну не только наши но в том числе и наши на олимпиаде наших очень много кранов было ох ребята очень жаль что меня туда не отправляли я сожалела конечно смотрите уже какие осенние ковры на земле устелены вот это я очень люблю пошуршать листиками но не сейчас я обычно люблю кленовыми листиками шуршать ребята я практически дошла до театра советской армии вон впереди сюда я тоже приезжала с детьми очень часто во первых когда я была молодая то приезжала сюда на спектакли я даже застала здесь была на спектаклях я уже не помню ребята как спектакль назывался тут помню там не помню с участием не на сазоновой такая милая была актриса ребята так трагически закончилась ее жизнь обидно а вот ну в общем неплохие актеры игорь ледогоров здесь играл в этом театре неплохие актеры здесь играли ребята вот еще на скамеечке лежит отдыхает господин приезжала я сюда в театр советской армии с детьми на съемки конкурса утренняя звезда дорогие мои друзья то есть соответственно периодически попадала в кадр ну не только я и мои дети попадали в кадр на телевидении было очень интересно смотреть на себя вот пригласительных у нас было огромное количество причем на первые ряды видела я очень много молодых певцов том числе июля начала потом видела куда же приезжали из судействовать известные люди малышева значит неприятное впечатление оставила после себя но именно моей душе или на малышева потом бабкина надежда хулиганка самая настоящая ребята шумная женщина теперь мне надо перейти на ту сторону дорогие мои друзья а зачем мне сюда забрела а вот переход есть перекрыли раньше такого не было нет ну как перекрыли просто отгородили видимо и велосипедные дорожки ой отлично конечно ну так вот вот была такая история с удовольствием вспоминаю о той жизни было очень интересно ребята ну а это ребята площадь суворова перед и театром советской армии там стоит памятник установлен суворову у ю ю ю ю ю надо поспешить вот так вот видите какая красота а если обойти театр с правой стороны и углубиться туда там музей советской армии мы туда тоже ходили посещали его на улице стояли стояла военная техника военных лет ну то есть великой отечественной войны после все ценные экспонаты конечно перевезли на поклонную гору а сейчас я не знаю что там есть ребят мне вот нравится вот такое что сделали сообщение до центра на автобусах причем автобусы вы заметили у нас электро электробусы то есть они спиной к нам стоит памятник суворову то есть они ребята заряжается от электричества и ездит на батареях они загрязняют тем самым атмосферу города очень очень классно вот это ребята наш театр советской армии слову сказать я и юрия николаева видела очень близко мне в этом повезло то есть я не буду говорить почему и каким образом нам попадали эти пригласительные придет время когда-нибудь расскажу возможно ребята а вот это вот екатерининский парк обязательно я туда схожу когда-то я там была но это было давно лет 6 тому назад ребята что-то надо обязательно я думаю сходить еще раз ну что ж дорогие мои друзья сходили мы с вами сегодня почти ли память юрия штунова и скорбно конечно очень ребята я никак не забуду не могу забыть вот этот случай очень страшно конечно что произошло с юрием штунова прогулялись мы с вами по цветному бульвару по самотечному мне все время приходят какие-то сообщения прогулялись мы по екатерининскому скверу рассказала я немного о себе и ребята пришла я станции метро достоевская сейчас я спущусь можно конечно и до новослободской туда прямо если пройти можно попасть метро до 100 извините новослободская метро новослободская ходит прямой автобус до практически нашего подъезда но тем не менее мне не хочется в автобусе парить потому что у нас до сих пор жарко я выхожу гулять вечером поэтому ребята спущусь метро все что китам более попрохладнее что я зайду тут сбоку слева имеется кофейня я наверное пирожные включаю не пирожные булочки какие-нибудь друзья мои ну что ж попрощаемся с вами до следующего видео всем здоровья всем добра ну и конечно же мирного неба над головой пока пока